Добрый день! О ребятах, что происходит, чем живут. Сегодня мы поговорим немного в другом ключе. И, Стас, я задам тебе вопросы о более организационном характере. Всем привет! Привет! Даша, привет! Даша пришел. Давай, смотри. Итак, Стас, как обстоят твои дела с самоизоляцией? Чем занимаешься? Чем живешь? Как прошел уже практически месяц, достаточно большой срок. Ну, в общем, в последние дни свободной жизни, так скажем, как известно, мне там стукнуло 30 лет. Недавно там... Здравляем! Спасибо, да. И у меня накрылась поездка в Португалию. То есть я как путный человек ходил в средние 30-летия на берегу Атлантического океана, но нет. Вот. И Левганзе мне до сих пор не вернуло деньги за эти билеты. Вот. Но так как там 26 марта, было 25-е, было все еще плюс-минус спокойно. Ну, и как бы, как человек, который не любит сидеть дома, я поехал в один из самых любимых регионов своей страны, в Калининградскую область. Вот. Мы там, значит, протусили день рождения, мой, что-то просто сняли тачку, гоняли, 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 гоняли. И потом приехали, ну, все, улетели, прилетели, и все, нас закрыли здесь. Ну, то есть не то, что мне дали там две недели обязательно самоизоляции, нет. Все просто типа всеобщая самоизоляция, да. Мы просидели три дня дома, потом вспомнили, что у нас есть, как бы, участок в Сольском районе, который зарос травой сухостоем, там, и вообще пожаропасен. И я подумал, что это, в принципе, повод заняться им, как бы, и мы вот уже месяц ездим почти каждый день туда, либо там пожарим мясо какое-нибудь, ну, там, без исключения троем, я, жена и Тимофей, вот. Вот. Так что, как говорится, мы занимаемся тем, что сидим дома, едем в магазин и едем в перебор, вот, заниматься сельхозхозяйством, так сказать. Скажи, нет ли у тебя проблем с передвижением, да, потому что все-таки пугали штрафами, сейчас ввели электронные пропуска, там, всякие такие вещи говорят. Полицейские ребята пишут, что сейчас будет упор на шашлыки, то есть на парки будут нападать, там, смотреть за всеми. Не было ли у тебя проблем с перемещением по области? Ну, а в парке-то здесь, причем, в парке-то, как бы, мы не были. Нет, ну, я просто говорю, что нагнетаю... Нет, у меня, у меня, у меня никогда не было, то есть, ну, всегда, выезжаешь из Владимира, всегда патруль стоит, как бы, но я не видел, что он там конкретно кого-то тормозил, кого-то сейчас спрашивал, там, кто, зачем, куда, такого, как бы, не было. Вот. Иван, я буду очень быстро, быстро и отвечу как можно быстрее. Главный тренер вошел в чат. Главный тренер в чат, да. Да. Скажи, как ты относишься вообще к коронавирусу, да, к такой болезни, и как вообще, как сказать, ты человек, который множество раз бывал в Европе, и очень интересно узнать, может быть, кто-то знакомый у тебя есть, и кто вообще, что говорит, вот именно не из нашего окружения, да, потому что, что говорит Владимир и область, в принципе, мы все представляем, а вот люди, которые, скажем так, ближе к этой проблеме, хотелось бы что-то услышать, может быть, что-то скажешь по этому поводу. Что-то мне кажется, на самом деле, что мы уже всех ближе к этой проблеме, чем кто-либо там в Европе, ну, не то, что там кто-либо, да, мы из Италии, Испании там, в первую очередь, да, Франции. Вот, что могу сказать, я сам не смог уезжать сейчас, как бы, я уже говорил, то есть по ситуации за последние три месяца я ничего не могу сказать, последний раз я был в Чехии на Новый год, там, ну, еще как бы было все спокойно, как, в общем-то, везде на Новый год все еще было спокойно. Вот, ну, мои друзья, которые сейчас находятся, то есть у меня пострадал брат, он учится в Мюнхене, он, как бы, у него закрыли, на два месяца университет закрыли, он решил приехать в Россию на это время, ну, его здесь закрыли, и потом границы закрыли, и он, как бы, находится сейчас в России, не знаю, как вернуться назад, потому что образование вроде как сейчас там уже начинают возобновлять. Вот, друзья мои, также из Германии, из Дании, как бы, все сидят дома, то есть находится дома, ну, никто не ходит там никуда, то есть по максимуму, как он ходит, погулять по району вдвоем, то есть вот у них там есть район, допустим, там, да, а другие друзья, которые в Германии сидят, они, ну, просто у них есть дом, рядом магазин 10 метров, и, ну, гарден прям, то есть перед домом, и они в нем просто вот сидят, там вино пьют, и потом поднимаются домой. Понятно. Ну, если со здоровьем у всех все, слава богу, все отлично, скажи мне, как с твоим финансовым здоровьем, потому что я знаю, у тебя есть свой бизнес, да, у тебя есть футбольная команда, как они сейчас живут именно вот в финансовом плане, потому что, понятное дело, все очень сложно, много что позакрывалось. Откуда деньги? Ну, как бы убытки большие, да, на самом деле очень большие, вот, то есть, как если рассуждать с точки зрения, прям, денег, то конкретно у меня там, у нас сейчас закрыты два магазина, которые у нас есть, и они, как бы, не работают, то есть мы не можем, ну, работать, вот, также не работают наши школы, четыре филиала наших школ, вот, это, как бы, ну, эти вещи, это, получается, просто, ну, мы потеряли, так скажем, прибыль, потому что, ну, мы там, получается, зарабатываем деньги, да, и, соответственно, потом поплатим аренду, но сейчас здесь, как бы, по всем этим вещам, мы вроде как договорились по аренде, что, ну, там, отсрочки, какие-то скидки по аренде идут у нас и так далее. Вот, самая большая проблема сейчас – это наш спортивный центр, который находится в архоле. То есть никто аренду тебе не отменял, да, все равно? Ну, ну, как, где-то, где-то, ну, допустим, смотри, по школам у нас там идет муниципальная аренда, и по указу, официальному указу, там идет коэффициент 0,5, то есть, получается, на 0,5 ее умножили, получается, то есть там она, в принципе, небольшая, тут, как бы, еще 0,5. Ну, немного скинули, да, я понял. Ну, там нормально получается, да, то есть не критично. Вот, по магазинам также все пошли, кстати, на встречу, то есть все понимают, что денег, говорят, как бы, неоткуда, и все сейчас, ну, то есть кто-то уменьшил аренду на коммуналку только, что мы платим коммуналку, другие сказали, что Стас пока вообще ничего не платит, потому что, типа, непонятно, кто за что должен что-то брать, то есть, ну, потом какие-то я деньги заплачу за коммуналку, возможно. Вот, а за этот, за аренду за саму пока нет, пока не работаем, пока ничего не плачу. Вот, и, значит, проблема, наш игровой центр, который, ну, я просил снизить мне аренду. Это Точмаш, да? Точмаш, да, да, да. А там, как бы, ну, надо понимать, что там 400 квадратов, и, образно говоря, по 250 рублей за квадрат, то есть 103 тысячи рублей там аренду у меня. Вот, и я говорю, ну, я не могу сейчас работать, как я вам буду платить деньги, то есть если я не работаю? Ну, да, в аренду нет. Вот, да, 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 они такие, а, ну, ничего не знаем. Я такой, привет. Вот, я им говорю, типа, ну, ладно, окей, все, я с 1 мая, значит, уезжаю. Вот, ну, то есть, как бы съезжаю с места. Я понимал, что я там уже вложил там в ремонт много денег, там, вот все, ну, как бы, а как я сейчас должен платить, если, ну, у меня нет такой возможности платить, как бы, за это. После моих слов, что я уезжаю, они, да, зашевелились, такие, ой-ой-ой-ой, ладно, ладно, там 0,5, короче, сейчас у меня там в два раза меньше аренда. Ну, как бы, все это все дело. Ну, вы договорились, Добрыня остается в Точмаш, да? Ну, в данный момент, да. Вот, то есть, как бы, ну, я отдал за два месяца, я, ну, надеюсь, что хотя бы с середины мая, там, что-то мы сможем проводить, чтобы у меня хотя бы аренда окупалась каким-то образом, вот, а так платить, как бы, ну, эти деньги тоже достаточно тяжело. Вот, по команде, ну, соответственно, от этого, как бы, у команды, наверное, будут какие-то сложности. Ну, как бы, по команде у нас, как бы, идет, мы с Ваней вдвоем, ее ведем, как бы, и тянем ее вдвоем, получается. Но сейчас, опять же, прибыли у нас нет, потому что школы нет в данный момент. Надеемся на лучшее, и что хотя бы с середины мая, там, с начала июня что-то начнется. Вот. Хорошо. Ты говоришь, что школа футбола не работает. Скажи, платят ли что-то сейчас дети за занятия? Потому что я видел, что Иван Андреевич и Кирилл, не знаю, как по-батюшки... Романович, Романович. Да, Кирилл Романович. Опубликовывали видеоролики с веб-уроками, скажем так, да? То есть, что-то за это дети платят или нет? Просто занимаются и все. Нет, нет, у нас сейчас все бесплатно, как бы. Но мы организовывать физические тренировки не можем. Соответственно, все тренировки, которые просто мы присылаем, чтобы дети у нас были в какой-то форме, чтобы мы их могли летом опять начать тренировать, участвовать в возможных таких турнирах. Ну, сейчас два месяца уже просто простой у нас получается. И у детей тоже простой два месяца. Вот. Понял. Читал грустные статьи из Владивостока, в первую очередь. Там хоккейный клуб «Адмирал» приостанавливает свою деятельность на год. «Луч Энергия» вроде бы закрывается. Баскетбольный клуб «Спартак Приморья» тоже вроде бы все грустно. Еще из «Армавира» была плохая новость. Немцы пишут, что 13 команд у них там на грани банкротства. Скажи, как вообще футбольный клуб «Добрыня» не просядет ли по финансам в этом году? Есть ли какой-то запас прочности? У нас как бы хорошо, что у нас нет в принципе финансовых обязательств. Таких как контракт, обязательно аренда стадиона какая-то там и так далее. То есть, ну, у нас, допустим, аренда стадиона, это мы приходим, заключаем договор на, образно говоря, на полгода там в начале года, да. То есть, если бы у нас было, что мы должны не платить в любом случае, то у нас была еще эта проблема, да. Вот, а так как бы контрактных обязательств у нас нет, аренда стадиона у нас обязательно нет. Ну, с финансами сейчас как бы, ну, сложнее, да. Но я думаю, что мы его вытянем, как бы. То есть, ну, мы же сильные люди. Вот, так что, вот так. Каким ты видишь этот сезон, который будет? В идеале? Ну, все разные мысли у всех, понятно, мы с Андреевичем тоже про это дело говорили. Давай вот, да, давай, знаешь, как вот, как я вижу его в идеале с нашей точки зрения, да, как бы с нашей точки зрения. Я считаю, что вот мы сейчас вышли, получается, во вторую группу, да, чем-то области, вот, и там должно быть по началу, то есть, ну, как должно быть по регламенту, да, то есть, 12 команд, 20, получается, два матча, вот, и они даже, и матчи должны были начаться уже 9 мая, по-моему, правильно? Ну, примерно вот в эти выходные, ну, вот, которые будут 9 мая. Вот. Сейчас есть четкая поместья того, что до июня ничего играться не будет, то есть, футбол как бы, то есть, ну, в лучшем случае, то есть, если все выйдут 12 мая, то есть, из изоляции, да, как говорится, то в лучшем случае играться начнется с июня, то есть, с первого числа. Вот. Но даже в таком случае, как бы, это, понимаешь, если мы будем играть полностью чемпионат, 22 игры, то мы его будем заканчивать в конце ноября. То есть, ну, как бы... Ну, это реально, да. Ну, это не круто, да, на самом деле, как бы, и понимаешь, то есть, ну, мы как люди, которые еще, кроме того, что деньги тратим на футбол, да, мы их еще и пытаемся, как бы, зарабатывать. Вот. А если мы, получается, еще, там, на месяц уйдем в большую команду, в основную команду, да, у нас будет, ну, мы меньше сил будем уделять на школу, как мы их планировали, там, с самого начала, да. Плюс у нас на осень запланирован, как бы, ну, основной набор нашей школы, это там, ну, в арт-холе, да, который мы планируем, ну, то есть, как бы, делать, набирать. Вот. То есть, это, извините, перебью, это будет полноценная секция вот именно арт-дворца, да, или горного Владимира? Ну, там мы немножечко по-другому просто хотим сделать, мы там возрастные группы хотим по-другому набрать, ну, потому что, то есть, время-то у нас там все свое, получается, то есть, сколько хотим, столько и используем его, да. Вот. Возможно, при помощи арт-дворца мы хотим разгрузить наши старшие группы, которые у нас есть в Багар-лю, в управлении старшей группы, что она большая просто. Вот. То есть, уже оттуда из Багар-лю, допустим, убирать пятый, шестой год, допустим, ну, там, четвертый, пятый, шестой, и уводить их в арт-дворец в отдельные годы. То есть, он будет дополнением к уже имеющимся, да? Так, правильно? Ну, как, он будет и отдельным, и плюс тем, что нет в других школах. То есть, допустим, старшие группы, которых у нас в других школах. То есть, например, сборные, да? Ну, то есть, допустим, знаешь, вот именно что-то среднее между, не среднее, а, то есть, между старшей группой и дублем. То есть, я считаю, что все-таки парней, там, 14-летних в дубль, там, еще рановато. Как будто лично, исключительно мое мнение, Ваня, там, немножко по-другому думает. Ну, я считаю, что, ну, как бы они все равно дети еще. Вот, и, соответственно, эти еще два года, они могут просидеть именно в старшей группе, которую, там, мы сделаем специальные, которые могут как раз участвовать в чемпионате области по своему году, там, ну, и так далее. То есть, там, набивать шишек, расти, и потом уже переходить в дубль во взрослый, как бы, в футбол. Вот, то есть, так мы можем сделать, плюс сделаем больше возрастных групп по годам, как я рассчитываю, если все будет хорошо. Вот, плюс утренний сделаем, если будет востребованность, то есть, как бы, вот такие вот расклады. Вот. Отлично. Поговорим о плохом. Если сезон не получается, футбольный сезон, это не получается. А, кстати, да, подожди, я тебе перебью, просто я не закончил свою мысль, я почему-то ушел немножко в другую волну. Вот, так вот, на мой взгляд, в идеале, как должен выглядеть сезон, это те 12 команд, которые сейчас есть, должны разделить на две группы, подгруппы, то есть, возможно, по географии, возможно, как-то по местам, как было в прошлом году. Не знаю, чтобы было честно. Вот, соответственно, мы играем в один круг в этой группе, там, получается, 10 игр, и потом уже какой-то плей-офф. То есть, получается, что игры будет меньше, не 20 игр, да. Ну, в сокращении времени игрового. В сокращении времени. И в идеале, конечно, в сокращении, ну, расходов, потому что сейчас всем будет тяжелее. Если еще логистику продумать, в принципе, у второй группы очень много Владимирских команд, или около Владимирских. Ну, да, да, да. И Вяткина, и Невский. Ну, слушай, я как бы говорю, что, в принципе, выезды, это не самая, как бы, ну, затратная штука. Самая затратная штука – это домашние игры. В этом году подняли, короче, аренду в Лыбеде. То есть, в прошлом году мы за матч платили 4-300. А с чем это связано, не говоря? Ой, там, знаешь, приходим, а там такая, как она называет, старый менеджер, короче, сидит такая «Вода! У меня, дорогая, вода!» Спроси, а на какого цвета-то? Желтая? Я, короче, с Ваней туда пошел. Золотая? А Ваня никогда с ней, ну, не договаривался. А я уже это слышал примерно, ну, 20,5 года, когда, как бы, я это дело все начинал. Я уже, ну, научился с ней разговаривать. То есть, я, как бы, ну, предпочитаю, где нужно тормознуть. Потому что она прям вовсе без тормозок. Вот. И, короче, ну, и Ваня, вроде, говорит правильные вещи какие-то. Ну, вот, я с ним сижу там, он начинает ей говорить правильные вещи. Типа, он говорит, нам нужно время для тренировок. Она, знаешь, отвечает, она говорит, вам дорого. По лицу, по лицу вижу, да, дорого. Да, она, она не, как бы, ну, мы знаем, сколько стоит тренировка. Мы, как бы, ну, в принципе, шли на это. То есть, мы понимали, сколько мы хотим срать денег на тренировку. Она говорит, вам дорого. Мы, 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 мы хотим, мы говорим, мы отходим, ну, на четверг. Она говорит, там занято. Я говорю, тем, там уже 15 лет ходит она. А еще, слушай, слушай, самое интересное. Мы такие, ну, давай, говорит, следу. Она говорит, не дам. Почему, мы говорим. Она говорит, там администрация города приходит. Я говорю, куда? То есть, как, она на все поле играет? Нет, на половину. Говорит, тогда идите на второй половине. Не, не, не дам. Вот, администрация города, я вам играть не дам. То есть, как бы, ну, вот, то есть, да, менеджмент, как бы, на уровне фантастики. Вот, еще, и, еще на звадьбе. Вон, Иван говорит, что он убил бы ее. Да, у нас очень острые комментаторы всегда. Вот, ну, как есть, короче. Вот, говори дальше. Скажи мне, вот, есть ли план какой-то, если сезон не получается? Ну, совершенно. То есть, карантин снимают, вот этот режим с вами, на изоляции. То есть, стадионы открывают, но сезон не получается. То есть, все переносится, грубо говоря, на следующий сезон. Есть ли какой-то план, там, товарищеский матч, какие-то, клубки, турниры? Есть задумки? Есть команды, с которыми мы предварительно договаривались по товарищеским матчам, по предсезонам, которые не получились ввиду введения всей ситуации, которая сейчас. Вот, я думаю, что мы, в первую очередь, будем играть, наверное, с ними. То есть, если сезон не получается, то мы будем играть товарищеские матчи и с ними. То есть, будем к ним приезжать, будем их привозить. То есть, я думаю, что 10 матчей и домашних выездных мы в любом случае сделаем, чтобы команда была в форме, чтобы команда была наиграна. Если даже не получится сезон. Будем играть с командами, которые будут интересны. Интересны, мне кажется, даже, в принципе, людям в Владимире. Так что, в общем, план у нас, конечно же, и есть. Вопрос тебе, вот как вот именно, как к собственнику, да, как к человеку, который распоряжается деньгами. Если вдруг получается так, что придется играть без зрителей. Это не такая большая фантастика, потому что я уже в камешках с этим сталкивался. То есть, им полиция заворачивала стадион, они играли какое-то число матчей без зрителей. То есть, они договаривали, чтобы я сидел, например, снимал на трибуне, я был там один, никого больше не было. Вот. То есть, матч без зрителей. Я понимаю, что Добрыня очень трепетно относится к зрителям, к своим. Вот. Но если будут игры при закрытых дверях, скажи, есть ли какие-то мысли по этому поводу. Потому что, ну, напрашивается, может быть, если дорогая аренда стадиона, да, может быть, смена стадиона там или что-то такое. Ну вот, мы только, в принципе, сегодня с вами говорили, поэтому по поводу я ему сказал, что, Вань, если вдруг получится так, хотя, как бы, я считаю, что так и не получится, потому что, ну, глядя в правде в глаза, на область, в принципе, ходит не так много человек, чтобы хранить. Это я понимаю. Просто одно дело здравый смысл, другое дело постановление полиции, например. Ну, я понял тебя, да. Да, ну, мы, как бы, сегодня говорили, что если вдруг заставить так, то, возможно, как бы, будем, ну, каким-то образом экономить на стадионе. То есть, либо юность, возможно, это, конечно, ну, не самый лучший расклад. Вот, но там, получается, у нас двойная экономия, что если мы не будем играть на Лыбди, то мы на Лыбди тренироваться не будем. Если мы не будем тренироваться на Лыбди, соответственно, мы не заплатим денег за аренду Лыбди, а потом за аренду Лыбди на игры. А аренду Лыбди на игры сейчас 6 тысяч стоит, как бы, ну, достаточно дорого. Я, соответственно, как бы, 6 тысяч тут, 10 домашних матчей, 60 тысяч, как бы, экономия, экономия. Вот, то есть, ну, я, первое, что в голову пришло, это юность. Потом, если что, так что-то вокруг, там, возможно, Сотоврова, я не знаю, ну, это уже как бы делало. Нет ли мыслей таких сыграть в Суздале, например? Нельзя. Нельзя. Мы говорили уже с заведующим по стадиону, вот, она говорит, ребята, с большим удовольствием только играть в следующем году, потому что он не сдан. Он не готов, он не сдан, как бы, как объект. Из-за этого там тренировки... Просто Суздале реально уже очень давно нет футбола. Я, наверное, последний раз ездил, наверное, несколько лет уже назад, они в третьей группе играли со звездией. Я видел команду, но это уже давно было. Ну, да, вот мы как говорили, что мы пришли, ну, когда вот мы начали договориться, значит, лагеря, то есть мы сейчас планируем лагерь там, да, если все будет нормально. Вот, там очень хорошая администрация, там они идут на встречу прям во всем, то есть, ребят, нужен стадион, берите стадион, нужна гостиница, там поможем, сделаем скидку, там где-то, 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 где-то. Может быть, есть смысл там проводить какой-то, ну, скажем так, выставочный матч? В общем, в этом году пока нельзя, то есть, я очень хотел, но в следующем году там как раз выделили сейчас деньги на достройку объекта, то есть они должны до конца этого года, как это называется, освоить эти деньги, потому что, ну, это же как бы, ну, с этого дела. Вот, и потом, ну, я как бы понимаю, что можно, то есть, в принципе, мы готовы сделать этот стадион вторым стадионом нашей команды и играть там матчи на какой-то регулярке даже, потому что нам судили не чужой город, и там хорошие условия, и люди идут, идут нам на встречу по черту везде, вот, так сказать. Может быть, разговариваешь там с большими людьми-то, да, нет ли там, скажем так, планов построить трибуну или что-то такое? Нет, нет, там есть, там есть, нет, там есть как раз этот план, то есть они сейчас на, по-моему, 20 с чем-то миллионов им сейчас выделяют, то есть на эти деньги они строят трибуну, вот, получается, с противоположной стороны раздевалку, то есть я там раздевалки, представляешь? Я где-то там, по-моему, как раз стоял и снимал матчу, по-моему, с той стороны. Ну да, да, да. Они строят трибуны. Ну да, 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 живописно очень, церкви там со всех сторон. Да, 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 да. Вот, они строят трибуны, они строят беговые дорожки и что-то подключают, по-моему, коммуникациями его, я так понимаю, то есть, ну, вода, что-то, там еще канализация, то есть такое, и свет, наверное. То есть там, в принципе, объект нормальный, неплохой объект у них получается. Притом самое прекрасное, что они совсем не против, чтобы дети тренировались там. То есть они прямо говорят, берите и тренируйтесь, и все очень прекрасно. Замечательно. Давай маленько разрядим обстановку. Я знаю, что ты, ну, может быть, небольшой, но очень, скажем так, прошаренный. Болельщик белорусского футбола. Сейчас очень мало футбола, на самом деле, в мире. Белорусский футбол показывают в России. Скажи, смотришь ли ты такие матчи? Вот только что я посмотрел ответочку. Славе Мозырь против Баттэ в Кубке Беларуси. Пропустил Шахтер против Динамо Бреста, получается. То есть там, говорят, какой-то огонь вообще был. 0-2, 4-2 в итоге. Да, нет, за Белоруссию самое интересное, что я как бы слежу уже не первый год. Я поэтому и спрашиваю. Да, там просто, ну, я говорю, что эффективность растрачивания денег в Беларуси гораздо выше, чем у нас. То есть команда, которая становится чемпионом Беларуси, Динамо Брест, в этом году, они истратили на сезон, на прошлый, 10 миллионов долларов и выходят, но в квалификацию Лиги Чемпионов. Если они проходят в другую группу, хотя вот потому, как они сейчас играют, они, конечно, что никого не пройдут, и понятно все. Вот. Это, Паш, правильно говорит шурма. Ну все, если Питер подъехал, Питер можно ждать. Живем, да. Паш, я тебе год назад сказал, не приноси ты свои вот эти вот северо-западные традиции сюда. Не надо, это центральная Россия, Паша, центральная. Вот. И получается Абате, который становился чемпионом Беларуси до этого 12 раз, сколько, 15 раз. Да, но 15 раз. Они, у них бюджет 5 миллионов долларов. И когда они выходили, значит, выходили в группу Лиги Чемпионов, там им платили по 14, получается, за участие. И это уже 3 года вперед вы можете участвовать, просто без какой-либо коммерческой деятельности своей. Просто вот на 3 года как бы команда. Вот, ну, конечно, плюс Беларусь, это ее маленькие расстояния. Ну, достаточно маленькие. Не скажешь, что она прям маленькая-маленькая, но достаточно маленькие расстояния. Вот. Минус Беларуси, это как бы уровень, но, то есть, на своем уровне они играют сейчас вот за весь мир. За них смотрят, за суток там в Австралии переживают. Слава Модр, я переживаю. Тут мне приятно. С точки зрения рекламы, это, конечно, замечательно. Ну, с точки зрения вот ситуации с вирусом, как ты к этому относишься? Правильно не делаешь, что они играют? Я, как мы с тобой уже пробовали записать эфир, да, как я тогда сказал, что я не могу комментировать эти вещи. Здесь есть, как и, ну, на двух чашах весов, как говорят, да. То есть, один груз, другой груз, что тут вроде как неправильно. Но, с другой стороны, ему деваться некуда, потому что в Беларуси откровенно просто денег нет на остановку страны, как бы. То есть, соответственно, он делает, как он видит. То есть, по процентам, так что там сейчас, на самом деле, плохо. Что если сейчас говорят, что в Беларуси, по-моему, 15 тысяч, если это, допустим, правда, то есть, 15 тысяч в Беларуси, там 8 миллионов населения. У нас 140 миллионов населения, у нас, получается, 100 тысяч, да. Да, я так считаю, они Украину обогнали, Польшу обогнали. Ну, то есть, по количеству, да, по процентам у них в два раза хуже, чем у нас, получается. Понятно. Ну, это, типа, как-то, ну, не очень грустно. Я, как бы, я не буду комментировать эти штуки, я просто не знаю, я не политик. Хорошо, я тебя понял. Я могу сказать, что мне не нравится наш президент. Мне не нравится наш президент. Прекрати, прекрати, все, он нас сейчас выключит. Вот, но я не буду влезать вот в такие вещи, потому что это такое очень... Давай не хочу. Когда тебе задают вопрос о том, что хочет Добрыня, вообще, какая у нее главная цель, ты часто говоришь, что мы хотим стать чемпионами Латвии. Вот. Поясни людям, что это за дичь такая. Чемпионами Латвии. Я не говорю, что мы хотим стать чемпионами Латвии, но мне говорят как. Мне задают вопрос. Вы хотите быть в профессиональном русском футболе? На что я говорю, зачем? Говорят, ну как, это же так престижно, профессионально. Ну, вот то, что ты говоришь, это на самом деле очень дико. Для большинства, наверное, болельщиков, которые смотрят любой футбол, будь то областной или профессиональный, все равно. У всех цель, например, да, чтобы команда там, ну, выиграла Лигу чемпионов как минимум. То есть, там, идти вверх, повышаться, покупать сильных игроков, развиваться, прочее, прочее. И вот твой взгляд на вещи, на эти, да, он, как сказать, под другим углом совершенно находится. Ну, я просто представляю, что мы можем выстроить в итоге. То есть, я как бы, ну, вижу, что победителя Лиги чемпионов в России выстроить, ну, как бы, невозможно, нереально. То есть, по крайней мере, в тех реалиях, в которых мы, как бы, живем сейчас. Ну, или как, тем более, если есть сейчас, там, финансовый фэрплей, там, ну, и так далее. То есть, если бы его сейчас не было, то, да, у нас вливают какие-то безумные деньги, мы, там, два сезона играем, не знаю, докуда доходим, скорее всего, ни докуда мы не доходим. Вот, я люблю строить, ну, реальные вещи, которые постоянно растут, на какую-то перспективу. И с точки зрения профессионального футбола в России, на профессиональную команду в России, во второй лиге, в данный момент нужно миллионов сорок рублей. То есть, ну, это вот, наверное, минимальное какое-то количество денег, которое нужно на профессиональную команду. Ну, ты имеешь в виду на высшую лигу, да, правильно? В России? На вторую лигу. Или вообще, в принципе, на профессиональную. На ПФЛ, конечно. Все помню, все помню. Сорок миллионов рублей. Это чтобы вот, как Таркет бегать, там, на пятые места занимать. Четвертый. Четвертый. Извини. Вот. И за сорок миллионов рублей, ну, да, получается, это в данный момент полмиллиона евро. За полмиллиона евро в таких странах, как Эстония, Латвия. В Эстонии не скажу, в Эстонии там уровень жизни повыше, там, типа, цены повыше. Вот. Латвия и Литва, допустим, буду говорить. За эти деньги в Латвии и Литве. Про Гелоруссию я тоже говорить не буду, потому что мне нужно какое-то взаимодействие с агентами. А в Гелоруссии взаимодействия с агентами там точно не будет. Это невозможно. Вот. То есть, Латвия и Литва, там за эти полмиллиона евро можно быть в медалистах чемпионатов Литвы или Латвии. Соответственно, если ты медалист чемпионата Литвы или Латвии, ты выходишь дальше в квалификацию еврокубков. Еврокубки, кубок Европы, да? Ну, Еврокубки. Да-да-да, Лига чемпионов, понятное дело, что ты там не пройдешь дальше одной стадии какой-то. Но ты там был. То есть, ты уже участвуешь в этих еврокубках. Соответственно, какие-то спонсоры, какие-то потом, ну, движуки, ты, соответственно, уже имеешь право не делать правильно. И, соответственно, ты в еврокубках за эти же деньги, и ты на пятом месте в ПФЛ за эти же деньги. Кто прав? Мне кажется, что, типа, я правее в этом случае, чем, как бы, ну, ну, просто пойми, как бы, я же тут рассуждаю про, ну, наши деньги, конкретно, которые мы сами зарабатываем, да? А там люди просто, ну, им нужно потратить деньги, потому что им на следующий год эти деньги не выделят, если они их не потратят. Вот они их и платят, и тратят, как бы, вот. Вот. Я надеюсь, что от коронавируса, который, как бы, сейчас есть, я не буду говорить, что умрут все плохие команды. Нет, я так говорить не буду. Просто, ну, возможно, стану тратить деньги, ну, бюджетные, по-другому немножко. То есть, я на это рассчитываю. Я рассчитываю, что в здравоохранение сейчас будет большой вклад, потому что сейчас все видят, в каком, как бы, состоянии у вас здравоохранения. Вот. Что, ну, я реально считаю, что вместо команды ПФЛ за 40 миллионов рублей лучше отремонтировать больницу. То есть, как бы, исключительно мое мнение, мне кажется, что я тут тоже, наверное, прав. Да, я еще тебя перебью. Ты еще одну очень интересную вещь говорил, что лучше закончить с футболом в 21-22 года, нежели мучиться до 34. Это тоже дико для некоторых людей, да даже для большинства, наверное. Потому что все хотят гонять мяч, все хотят забивать голы и прочее, и прочее. Поясни, пожалуйста, вот эту мысль. Ну, давай скажем, что я именно имею в виду профессиональный футбол. То есть, в любителях играть на здоровье и играть дальше, это прекрасно, потому что, если ты играешь в любителях, то у тебя основное дело твоей жизни уже ты строишь параллельно. То есть, получается, либо ты строишь бизнес, да, какой-то, либо ты строишь карьеру где-то, как-то, как бы. То есть, у тебя уже идет развитие по жизни, что ты, ну, набираешься каких-то навыков, где ты можешь деньги зарабатывать и так далее. Вот. Как происходит в профессиональной команде? Диман, ну я сейчас про тебя и подумал, в первую очередь, на самом деле. Вот. Я объясню, тут комментарии просто идут немножко. Да, да, да. Я, кстати, по-моему, в трансляции видно комментарии. Нет, нет, потом, потом вот как-то вырезает эти дела. Когда мы, мы потом уже будем разговаривать. Это в Инстаграме видно, а если перезаливать, то не будет. Ну, вот, как бы, на мой взгляд, лучше, чтобы тебя выглядели с профессиональной командой в 20-20, лучше в 16 лет, что ты уже вот. Как тебя, да? Да, как меня. Вот, чтобы, ну, нет, ну, это надо четко понимать, типа, свои границы, своих возможностей. То есть я в 16 лет понимал, что я, ну, не буду профессионально футболистом, у меня не было данных. Ну, для этого я был толстый, как и сейчас. Вот. И, соответственно, уже заниматься футболом на каком-то, ну, преподавательском уровне, то есть его можно преподавать, там, да, учить футбол у детей, либо, как бы, заниматься работой основной и потом учить футбол, играть в футбол, ну, для себя уже, как любитель, да. Но у тебя уже будет основная работа, у тебя уже будет свой основной доход какой-то, который не связан с футболом. Вот. И, соответственно, а когда тебя выкидывают из профессиональной команды в 28 лет, в 28 лет еще, ладно, там, можно придумать чего-то. Но когда тебя выкидывают в 35 лет, не выкидывают, а как говорят, что ты завершил карьеру, да? В 35 лет, да? И потом ты, твоя самая большая благо и честь, что ты становишься администратором в команде и начинаешь раскладывать фишки, там, на тренировках или, там, ну, это вот разве жизнь, это разве кайф? Ну, я даже по себе скажу, например, что я учился после школы, я ушел после 9 класса, учился 5 лет в ПЭД-колледже, потом учился 3-10 в Академии финансово-юридической. И получается, что я учился после школы, ну, где-то вот уже в сознательном возрасте уже около 10 лет, и получается, что вот в конце уже учиться не хочется, хотя возраст-то еще небольшой. Я не знаю, как это люди в 35 делают. Это все довольно сложно уже становится. Слушай, у меня, кстати, есть такая история по жизни по этому поводу. У меня вот друг есть, он сейчас как раз в Дании живет, я про него рассказывал. Это как время офигительных историй, да? Нет, там такая достаточно неофигительная, но, слушай, как-то, ну, вот я в России в школе учился плохо, да? То есть мы с ним вместе плохо учились в школе. А потом я как-то здесь закончил университет, у меня есть высшее образование. Вот, а он здесь его не закончил. То есть мы потом там с ним встретились, и он такой, а он сначала уехал в Венгрию, потому что у него по отцу там гражданство, получается, есть, конечно, венгерское. Вот, и после Венгрии он уехал в Данию, и там начал учиться в универе, в Дании. Я говорю, ну, на английском языке он там начал учиться, и я ему говорю, блин, я говорю, братан, тебе 26, как ты сейчас будешь учиться, если ты всю жизнь до этого не учился, да? И в общем, в итоге он сейчас вот закончил полгода назад, у него высшее датское образование. Ну, это очень сильная самодисциплина должна быть, потому что ни один педагог тебя ничему не научит, если ты сам себя не научишь. Ну, там именно, понимаешь, там типа система образования другая уже, там немножко по-другому выстроена, как бы, видимо, гораздо, на самом деле, там удобнее учиться, чем у нас, так что, в принципе... Проще или удобнее? Не, не проще, там просто удобнее, то есть тебе там никто не пинает, тебе нужно просто сдать академически, как бы, ну, то, что ты должен сделать. Вот, а здесь у нас, как бы, тебя пинают, выгоняют, орут на тебя там и все остальное, так что, ну, такое, как мы себе. Вот, кстати, про медицину в России плохое мы уже сказали, про образование плохое я тебе расскажу еще раз. У Володи ковер, он специально его и повесил. Я, я поддерживаю болельщиков футбольного клуба Ростов и выражаю солидарность этим ковром. Я не знаю, зачем рисовать баннер, если принести ковер просто, он все равно без дела весит. Вот, вот. Хорошо, я сижу на стадионах и очень часто слышу мнения различные, некоторые позитивные, некоторые негативные. Одно меня заинтересовало. Дело в том, что ребята, скажем так, говорят, Добрыня поднимается вверх благодаря тому, что приглашает сильных ребят каждый сезон. То есть, грубо говоря, пришел Боря Кузьмичев, футболист с именем, да, для нашей области, и поднял, например, наш вверх в Добрыню. Дальше мы приходим во вторую группу и возьмем еще кого-то, двух-трех сильных футболистов и прыгнем в первую. То есть, грубо говоря, для футбольной команды областной Добрыня раздражитель в этом плане, потому что, ну, как сказать, они пользуются только своими, например, футболистами местными, а мы можем пригласить. Но это, опять же, мнение со стороны. Скажи, не будем ли мы такой командой, которая поднимается благодаря приглашенным футболистам каждый год? Каждый год. Смотри, давай поговорим насчет тех, кто к нам приходил, да. Допустим, Борю Кузьмичеву ты поставил в пример, да? Ну, это не я поставил, это я слышал. Ну, ты слышал, что сказали. Ну, давай, откровенно, Борю Кузьмичев поднял, он поднял нас в прошлом году? Нет, я думаю, что нет. То есть, как бы, первой скрипки Боря в прошлом году не было, потому что он пока пришел из армии, пока там что-то раскачался, пока что-то снял. Ну, да, я вот сам помню, вот дебют Бори за Добрыню, это было Петушки, это был 0-0. Такой мокрый дождевой матч, и он вышел во втором тайме, кажется, и ничего не забили мы. Вот, то есть, как бы, ну, опять же, да, то есть, кого там, Диму Чуванькову приводить в пример, что там опытные игроки и так далее. Во-первых, как бы, надо понимать, что, если бы мы были командой, которая идет на результат, конкретно на результат, а не на перспективу какую-то и так далее, да, то вот реально по деньгам, зная бюджет для команд в области там и так далее, чисто по деньгам мы бы стали чемпионами. Ну, мы бы могли сделать так, по крайней мере, вот не сейчас, я не знаю, как сейчас, когда он там ничего не работает. То есть, по сути, для Добрыни не проблема пригласить футболистов на контракт. Правильно. Ну, за столько денег, сколько им платят команды в НИЗЖ, в НИЗЖ, команды там, ну, платят у нас, по-моему, несколько команд только, получается. Ну, пусть не в НИЗЖ, а, допустим, вторая половина первой группы, да, мы можем оттуда пригласить футболиста под зарплату, да, и он будет играть. Правильно. Ну, а смысл? Нет, надо же понимать, если ты хочешь... Нет, нет, я понимаю, правильно, да, что это... Да, 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 да. То есть, если ты хочешь выигрывать, давайте, типа, надо брать там всех оттуда, как говорили вы, и мы можем это сделать. Мы это можем сделать. Мы можем по деньгам стать чемпионами области. Но это не наш путь, мы этого не делаем. Плюс, почему? То есть, потому что за футбол мы не платим. Это наша принципиальная, как бы, позиция, ни Дима, Чаваньков. Никто за футбол у нас деньги не получает. Для ребят у нас могут зарабатывать деньги тем, что они у нас тренера в команде. Вот. Ну, я считаю, что прийти к нам... Во-первых, они приходили себе не как тренера, потому что мы никому не обещали, что мы их сделаем тренером. Если нам человек не нравится как тренер, он у нас тренером не будет, так скажем. Вот. Потому что, опять же, наши школы детские, это не зарабатывание денег, это мы как раз... Мы хотим, чтобы дети выросли, футболистов. И мы смотрим на тренеров. Вот ты говоришь про выбор человека. Это какие-то профессиональные качества или личные? Что ты имеешь в виду? Водобрыния? Ну, да. То есть, ты, например, берешь тренера, да, ты смотришь на него как на профессионала, который владеет материалом, скажем так, или по личным качествам. Слушай, и то, и другое. Обязательно именно и то, и другое. То есть, он должен быть педагог, по сути, да? Он должен быть педагог, который хорошо умеет общаться с детьми. Ну, педагог – это человек, который знает и материал, и ребенка. Ну, это по Макаренко. Ну, да. Ну, образно говоря, как бы, да. Ну, просто, чтобы человек реально, то есть, чтобы с человеком было приятно, как бы, чтобы он все понимал, чтобы он был адекватен. Это, как бы, очень важно все. То есть, ты можешь быть педагогом, ты можешь быть, ну, типа, неадекватным педагогом. Такое тоже бывает, понимаешь? Понимаю. Типа, нет, здесь именно все, что просто ты представляешь, как выглядит Добрыня изнутри, как она выглядит в идеале, да, как бы, так скажем, кто мы, кто люди, которые вокруг нас, как бы. И мы выстраиваем эту семью, чтобы она именно была семьей, и чтобы это не было тупо, там, зарабатываем денег, там, или чего-то. Просто мы выстраиваем такие вот семейные отношения, которые нашей семье, она увеличивается постоянно, как бы, нас это очень радует. Вот, соответственно, и люди, которые приходят к нам в команду, опять же, да, вопрос комплектования команды основной. Мы никогда не будем врать человека только из-за того, что он очень классный футболист. Вот он, знаешь, как, он человек классный, по жизни говно, и он из команды просто пойдет мимо, потому что, короче, в команде его не будет. То есть незаменимых нет? Ну, мы сейчас, ну, конечно, конечно. То есть, я это к чему говорю? Потому что многие команды, ну, ты знаешь, да, там, примеров куча, там, Анжи, там, прочее, то есть они держатся на одном человеке. То есть вот человек создал команду, и все. И вот пока он с деньгами и волен ей распоряжаться, эта команда живет. Когда человек уходит, эта команда, она просто разваливается. Ну, редкие примеры, когда такая преемственность есть, и команда сохраняется, вот, ну, не то, что на половую, а просто вот свой уровень сохраняется. То есть я выстраиваю... Я так понимаю, ты выстраиваешь именно систему, да, где нету незаменимых, по сути. Ну, смотри, даже если говорить, там, относительно меня, там, как о человеке, который стартовал это все делал, там, с самого начала, да, да, первый год я полностью тянул на свои деньги все это делал, прям, ну, совсем полностью. То есть у нас исключение. Ну, да, я помню наш разговор, ты мне говорил, что, ну, например, в АВАН там никаких денег не будет, и я это прекрасно понимал. То есть я не за деньги занимался командой. Опять же, да, то есть что мне нравятся в людях, которые приходят с чистой душой, просто как бы мы пришли, потому что нам нравится проект, нам нравится действие, нам нравятся люди. То есть самое главное, самое лучшее, что есть в мире, это люди правильно, ну, и, соответственно... Да, 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 если люди как бы вместе находятся классные, как бы, то, блин, ну, это же просто здорово, правильно, как бы, зачем все это, это. Вот, начиная в первом году у нас был заработок, но заработок только дубль. То есть ребята, которые приходят тренироваться, соответственно, там, сколько-то, они нам денег платят, и мы с дубля, ну, не отбили 50% даже, то есть от затраты основной команды. Первый год, когда мы заняли третье место в второй лиге, у нас там ушло 150 тысяч, как я и планировал. То есть 150 тысяч планировал, они ушли, отбились тысячи, наверное, 20-30, там, такое. Вот, соответственно, начиная со второго года уже у нас есть школа, которая нам приносит деньги, на эти деньги у нас существует основная команда, то есть конкретно мы сейчас уже денег не тратим так, чтобы прям, ну, мы их тратили. Нет, то есть это уже как бы система, которая зарабатывает деньги, которая тратит деньги. Вот, и если как бы, ну, из этой системы вынуть один винтик, то в прессе как бы ничего не изменится, то есть как бы, ну, все продолжит работать. То есть если уйду я, если там уйдет Ваня, ну, я надеюсь, что мы никогда оттуда не уйдем, но как бы все продолжит работать, все типа должно быть тип-то. Вот. Хорошо. Хорошо. Добрыня вообще проект, как проект, вот, который ты начал, он в какой стадии? Самокупаемость, зарабатывание денег или в минусе, или как вообще? Ну, пусть без цифр, баланс. Какой баланс? Не, мы зарабатываем. Мы зарабатываем. То есть плюс есть? Да. Отлично. Володь, Володь, мы тебе зарплату платим? Зарплату мне? Ну, такую. Сколько можно. Как бы, ну, все нормально. Я говорю, что по деньгам, если рассуждать, то если бы мы хотели просто стать чемпионами области, мы бы ими стали. То есть нам это просто неинтересно. Ну, вот. Какова вот цель Добрыни, скажем так, направление вот этой цели главное все подряд? Или, например, выращивание игроков своих из школы, там, достижение спортивного результата, или там, увеличение болельщиков на стадионе? Вот в какую, скажем так, сторону сейчас больше повернута твоя вот голова? Слушай, в идеале это развитие клуба по всем направлениям получается, да? В идеале, да. Вот, ну, более конкретные. Знаешь, я очень часто понимаю, что чтобы клуб развивался, то нужно, как бы, полномочия передавать какие-то, то есть, которые я уже сам не могу делать, потому что, ну, ввиду, скажем, какой-то загруженности, там, и так далее, да, то есть, допустим, там, я бы с радостью отдал группу ВКонтакте кому-то, чтобы ввести, только чтобы он вел ее нормально. То есть, ты имеешь в виду расширение штата? Да, да, то есть, чем больше людей, тем больше интересных людей, тем они будут лучше работать, то есть, чем будет лучше работать, как бы, механизм сам по себе, соответственно, тем будет добрыня развиваться и так далее. Вот, по, значит, по дальнейшим задачам, то есть, чтобы нам развивать, как бы, болельщиков на стадионе, да, то есть, понятное дело, что, там, вторая лига, это не предел мечтаний, где мы должны играть. Вот, то есть, я вообще не говорю, что, там, областной уровень, это предел мечтаний, где мы можем играть, но и не профессиональный футбол, то есть, что-то, возможно, даже уметь среднее. То есть, если бы была какая-то лига интересная по Центральной России, ну, там, по... Межрегиональной, например. Ну, да, да, какая-то, где, которая, знаешь, именно заточена не на то, что, вот, сдайте взнос за участие и, вот, будете там участвовать, да, а именно, что, может быть, лига, организованная самими клубами, то есть, с каким-то хорошим, там, маркетингом, там, и так далее. Допускаешь ли ты, что, если, например, сам возьмешься организовать такую лигу? Да я допускаю, конечно. Надо просто, кроме меня, еще хотя бы, чтобы было заинтересовано командой 3-4, хотя бы, чтобы какой-то тип старта уже был, чтобы мы могли на что-то рассчитывать. Вот. Так, я думаю, да. То есть, команды, в принципе, интересные есть, люди там интересные есть, как бы, с кем поразговаривать, переговаривать по этому поводу. Но многие тоже, понимаешь, как бы, чтобы зарабатывать, то есть, надо понимать, что, чтобы они начали развивать свой футбол, они должны пойти, наверное, по нашему пути. То есть, а пойти по нашему пути это пытаться заработать деньги в футбол. потому что ну, любое любое хобби, так скажем, оно рано или поздно начинает стывать, если у тебя с этого нет каких-то ну, подогревочных вещей. Ну да, подзарядки, да-да. Да, так скажем, так скажем, в наших реалиях, как бы, ну, это финансы, потому что... Да, вот в комментариях мы питерского вратаря не хвалим, он сейчас отключится. Паш, я даже не начну сказать, Паш, ну вот, вот, кстати, насчет селекции, да, опять же, то же самое, что вот мы Пашу нашли, как бы, ну вот, даже не то, что мы его нашли, а он нас сам нашел, понимаешь, ну вот он Паша, вот питерский вратарь у нас есть, ну что, мы его, ну, как бы, не должны брать за то, что он там не вадимирский, что он питерский, как бы, да, вот, он, видишь, там, Иван Андреевич уже радуется, я тут, значит, у Ивана Андреевича на глазах, как его называют, порвал этот, мениск, и он говорил, что все херня, как бы все, тебе все равно не играть. Слушай, а что за флешмоб там у Ивана Андреевича, там с усами-то, я что-то не очень понял. Он, он, он сегодня утром скинул, всем, говорит, небритый, я его за это отругал. И вот, видите, что из этого вышло. Вот, он, сегодня скидывает с чат, и говорит, смотрите, что я похож на Черчесова, я его не спрашиваю, сразу же новое сделаю. А он потом говорит, да ты что, это для личного пользования было, у нас нет ничего лишнего, братан, все, все общее просто. Вот. Вот так фотки в интернете уходят. Ничего, он потом сказал, что ладно, все нормально. Вот. В чем мы там, с тобой на чем остановились, я не помню, давай дальше. Едем дальше. Я уже что-то тоже, маленько мысли потерял. Скажи мне, есть ли идеал футбольного управленца, который бы тебя вдохновил? Пусть, будь то в России или в мире вообще. Так, сейчас... Может быть управленца, может быть владельца, не имеет значения. Хочу... Просто кто тебя вдохновляет? Хорошо. Сначала я хочу передать девушке питерского артаря привет. Сказать, что он самый хороший. Вот. И чтобы вот, просто вот, Паша, все, ты угадешь. Мы помним два пенальти от Петушкова. Два пенальти, Паша. А игру, топчик, топчик. А игру в Собинке первую твою задубль я вообще никогда не забуду, Паша. просто... Вот мы сидели вдвоем на трибуне, я реально его уговаривал, чтобы он тебя взял. Он говорит, какой ты сырой какой-то. Какой ты сырой? Я говорю, да нормальный парень. Я говорю, посмотри на него, какой он... Бестолочек. Какой он дичь делает просто. Вот. Ну ладно, потом вроде ничего. Вот. Ну, хоть видишь, какая-то похвала идет как бы от Ивана Ивановича. Ну ладно, значит, идеал управления, да? Да. В России это Гиннер. Без вариантов. Сейчас это, Андреич, лайк поставь. Так он знает. Вот. В России это Гиннер. В Европе могу просто структуру клуба сказать, которая стремится в идеале. Ну, это Аякс. Без вариантов Аякс. То есть, ну, я так понимаю, это школы, да? Развитие своих игроков. А как раз Аякс, там же не совсем про школу речь. Они же и получается и школы, и трансферы именно молодых игроков, потом их рост и продажа. Вот. Гальцкий, Паша, Гальцкий, ой, Серега пришел в виду. он, Серега, тебе надо слышно. Серега спорта, все понятно. Нет, так он, он это с шуткой сказал. Так вот, Гальцкий. Паш, вот смотри, есть просто пример, ну, то есть, не пример, а вот, как было в Краснодаре, да, последний год. То есть, его, значит, на третье место вытаскивают Шапи, там, Игнатьев, да, и потом идет дикое вливание денег в летнее межсезонье. Притом, купили игроков, ну, таких нормальных, но мне кажется, что он отступился именно от своей идеологии, которой он шел, что должны играть свои воспитанники, там, и все остальное. И у него, значит, получается уже и Шапи как бы не всегда выходит, и Игнатьева вообще продали. То есть, я так понимаю, если я не перебью, что это как раз о том, о чем мы говорили, да, то есть, под сильный турнир, под Лигу Чемпионов пригласили иностранцев. То есть, грубо говоря, выходишь во вторую группу, да, зовешь кого-то посильнее. То есть, не на своих ставках, а на кого-то более сильного, более рейтингового. Нет, при этом же, понимаешь, у нас же никогда не заканчивается селекция наша, когда мы сами ищем там, и так далее. Но я уже тебе говорил, что одного парня, он у меня нашел мою маму просто. То есть, как бы, он нам понравился. То есть, как мы это, а так, то есть, мы продолжаем. Маме или маме? Он понравился нам, как футболиста, а маме он понравился, как, он кроссовки купил, просто, он такой нормальный парень. Вот так, вот так, люди становятся футболистами. Как кроссовки купил, и все, и в камеру. Нет, слушай, ну там дальше, как бы, ну он ребенка привел в школу, к нам потом, как бы, ребенком занимается, все вообще, как бы, ну, в общем, очень нам нравится, да. Вот. Так, что я говорил дальше? Я же потерял тоже ход мысли. А, про, нет, про этот еще, про селекцию нашу, про дальнейшую. Мы не смотрим в сторону людей, которым 30 лет. Как бы, нам, Ваня, неинтересно. То есть, я, Ваня, когда я смотрю там, ну, мы смотрим, в первую очередь, опять же, по тому, где проще всего искать, это получается с Вадимовскими футбол, да, и, то есть, я когда ищу игроков, я ищу игроков в 17-20 кат. И где-то загрустили там Саша с Димой. Не в обидоваться нам. Нет, нет, они при чем, они как бы в команде, они же, типа, дащи команду. Они же прекрасно знают, что, то есть, команда должна омолаживаться, ну, регулярно. То есть, как бы, соответственно, когда я смотрю у кого-то, я смотрю в 17-20 лет, потому что их можно, и еще там, ну, они могут расти дальше, то есть, и их еще можно воспитать чем-то, как бы, а человек в 3-сет уже ничего не переделаешь. Да, в принципе, их в 25 уже мало чего переделывается. Я же тебе говорю про пофейл, ты в 25 и играть, и все, заканчивай. Да, я проникся, да, в твоем смысле. Вот. Ну, что, не знаю еще, про бытовую спросить. как изоляция, например, про минусы проговорили, есть ли какие-то плюсы вообще у нее? Находишь ли ты какие-то плюсы у самоизоляции вообще, в принципе? Ну, семью и больше. Это, как бы, главный плюс, наверное, что с ребенком, знаешь, самое интересное, что я думал, что, ну, ребенку, возможно, там, лучше в садике ходить, там, ну, они там, как-то в группе находятся, да, что-то делают лучше, и так далее. Ну, вот, ребенок с нами уже, получается, полтора месяца, как бы, сидит, да, за это время уже, чуть-чуть научился читать, уже научился писать, кувырки научился делать, и не осуществить. Каждый день, когда они подходят, говорят, пошли прыгать, короче, прыгать на диване, раньше он этого не делал. Вот, ну, вот мы отремонтировали, не отремонтировали, а занялись участком в Сыльском районе, который у нас был заброшен уже 15 лет, как бы, ну, что-то вот сделали. Вот, конечно, скорее больше минусов, чем плюсов, но, как бы, везде надо искать какие-то, как бы, вещи положительные, правильно, а то можно совсем упасть духом в нашей стране, это правильно? Да. Ну, на этой позитивной ноте, наверное, давай закончим. Давай. Достаточно продуктивно получилось, я думаю, было интересно. Вот, вот еще, да, подожди, 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 у меня, значит, дома, я переехал, вот, я сейчас живу, три года, стояла лейка для душа, ну, такая, знаешь, с тропическим душем, и зеркало, и оно стояло, и было не повешено, то есть, как бы, ну, нужно было в ванной просто повесить это дело. Нашлось время, видишь, короче, здесь, как бы, в прошлой трансляции ты писал, что Ваня с женой познакомился, а ты с зеркалом, да? Я, наконец-то, перебрал себя, и сделал, доделал его, как нужно. Красавчик, красавчик. Значит, плюсы есть, все, замечательно. Вот, все, давай. Спасибо за беседу, не болейте, любите маму, мойте руки. Всем этим мы и занимаемся. Все, давай, пока, пока всем, давайте, всем удачи, всем пока. Давай.